Топ ошибок при введении бухгалтерского учета в Объединенных Арабских Эмиратах. Друзья, сегодня я вам расскажу свой практический опыт топ ошибок предпринимателей, которые начинают свой бизнес в Объединенных Арабских Эмиратах, либо его ведут уже давно, но при этом все равно совершают ошибки при введении бухгалтерского учета. И, конечно же, эти ошибки приводят к огромным штрафам, поэтому вам нужно обязательно посмотреть это видео, чтобы не совершать ошибок, которые приведут к штрафам в 200-300 тысяч дирхам, либо к необходимости закрытия бизнеса. Итак, первая ошибка, и вы сейчас сразу будете смеяться, но это отсутствие бухгалтера, либо бухгалтерского учета в бизнесе. Почему-то в Объединенных Арабских Эмиратах принято считать, особенно среди предпринимателей, которые здесь ведут бизнес давно, что бухгалтерский учет вести не обязательно. Так вот, я вам хочу сообщить, что в соответствии с законодательством Объединенных Арабских Эмират, бухгалтерский учет вести обязательно. Неведение его может привести к начислению штрафов, а сейчас уже к дополнительным расходам, связанным с налогами. Как мы помним, в Эмиратах есть налоги, есть ВАД, НДС, Corporate Tax, и даже в законе о Corporate Tax сейчас четко прописано, что в случае, если вы не ведете бухгалтерский учет полноценный, и если не делаете ежегодный аудит, то применять вычеты по Corporate Tax вы не можете. Поэтому неведение полноценного бухгалтерского учета означает оплату большего количества налогов и оплату штрафов за неисполнение требований законодательства. Вторая ошибка, продолжение первой, это, как правило, касается бизнесов, которые приходят из России, либо других стран постсоветского мира, доверие ведения бухгалтера бухгалтеру, не имеющего опыта в этом регионе. Как я вижу по многим нашим клиентам, они приходят к нам после того, как решают поэкспериментировать. Поэкспериментировать следующим образом, обучить своего бухгалтера штатного, например, главного бухгалтера крупного холдинга, вести бухгалтер в Эмиратах. Больше того, некоторые компании, которые предоставляют ПО, такая компания, как Firstbit, 1С, даже делают такую рекламу. Обучим вашего бухгалтера вести бухгалтер в Эмиратах. Как показывает моя практика, это ошибка, которая приводит к тому, что начисляют штрафы, не вовремя сдается отчетность, не вовремя делается регистрация в качестве плательщика НДС, не вовремя вообще понимается, как ведется здесь бухгалтер. Ведь правила, которые действуют в России, РСБУ, международные стандарты учета, они значительно отличаются. Это приводит к серьезным последствиям. Поэтому, товарищи, обязательно нанимайте локальных бухгалтеров, такие компании, как наши, либо любые другие компании. Следующая ошибка. Не регистрация в качестве плательщика НДС, либо в качестве плательщика Corporate Tax. Как я заметил, многие бизнесы считают, что если они ведут деятельность за рубежом, им не обязательно делать такую регистрацию. Если у них счета за рубежом, им не обязательно делать такую регистрацию. И вообще, что в Эмиратах отсутствует как таковой налоговый контроль, не будем регистрироваться, и, соответственно, может быть, не будем платить. Один из кейсов наших клиентов, он пришел к нам вот с подобной ситуацией, после того, как ему было доначислено 200 тысяч дирхам штрафа за несвоевременную уплату НДС и отсутствие регистрации в качестве плательщика НДС. Поэтому так делать нельзя. Нужно исполнять требования закона. На моем канале есть видео, которые определяют порядок регистрации в качестве плательщика НДС, сроки, суммы. Вы можете зайти и посмотреть. Следующая ошибка – это отсутствие бухгалтерской базы. О чем речь? Некоторые компании предпочитают вести учет в Excel, и некоторые консультанты даже тоже советуют так делать. Но это неверно, неграмотно. Excel, хоть и очень функциональный и очень удобный, но не дает возможности вести учет по всем правилам. Международные стандарты предполагают определенный план счетов, наличие первичной бухгалтерской документации, которая прикрепляется к конкретной транзакции. Я рекомендую вести бухгалтерский учет в специализированных программах, как того требует закон в Объединенных Арабских Эмиратах. Как показывает практика, самыми лучшими программными продуктами являются Zoha Dox, QuickBooks, Xero. Сейчас вот наши сотрудники очень полюбили. Ну и, конечно же, FirstBit и всем полюбившийся 1С российский, который есть и в этом регионе. Он требует некоторых доработок, конечно, но в общем и сложном, если вы имели опыт ведения бизнеса в любой стране постсоветского мира, вам будет очень легко освоить 1С и вообще видеть там все, что происходит. Поэтому используйте специальные бухгалтерские базы и не пренебрегайте этим. Следующее. Не проведение ежегодного аудита. Как показывает моя практика, тоже много предпринимателей есть, которые злоупотребляют отсутствием контроля и не проводят ежегодный аудит своей финансово-хозяйственной деятельности. В Объединенных Арабских Эмиратах, как и во многих странах мира, западных в основном, обязательно проведение ежегодного аудита своей деятельности. Отсутствие такого аудита может повлечь большие штрафы. Сейчас в законе о corporate tax прямо установлено, что аудит должны проводить все компании, которые хотят получать вычеты по corporate tax. Поэтому стоимость аудита невысокая. В среднем в Эмиратах цена это 5-7 тысяч дирхам. Вы всегда можете провести аудит и спать спокойно, не ждать до начисления штрафов. Я напомню, что минимальный штраф здесь начинается от 20 тысяч дирхам. И пренебрежение этим в общем может повлечь вот такие вот серьезные последствия. Обязательно, если будет штраф, то все равно аудит нужно будет делать. Поэтому это неизбежно. Я думаю, что налоговый контроль в Эмиратах будет усиливаться. Со временем могут начать требовать аудиты за прошлые года. А в Эмиратах, кстати, в отличие от России, в период, который подпадает под проверки, не 3 года, а 5 лет. Поэтому на долгом периоде времени эти последствия могут быть намного серьезнее. И следующая ошибка – это не сбор, не систематизация первичной бухгалтерской документации. О чем речь? В соответствии с правилом ведения бухгалтерского учета каждая транзакция должна быть обоснована в соответствующей документации, как входящей, так и исходящей. Соответственно, вы должны собирать контракты, инвойсы и иные документы, подтверждающие вашу хозяйственную деятельность. Они должны быть систематизированы. Вестись должен учет в бухгалтерской базе. Как показывает практика, многие этим пренебрегают, не делают этого полноценно. Это тоже может привести к последствиям. В Эмиратах налоговая может установить очень короткий срок на предоставление документов в случае налоговой проверки. Например, из моей практики устанавливается срок 3-5 дней и могут затребовать достаточно большой объем информации, например, за год. И восстановить это практически невозможно за такой короткий срок. Как мы решаем эту проблему? Мы создаем облачное пространство с папками по каждому виду первичной бухгалтерской документации. И клиент каждый месяц выгружает в эту базу, либо каждую неделю, в зависимости от масштаба, выгружает туда эту документацию. Дальше бухгалтер все это систематизирует, привязывает к бухгалтерской базе. И если даже поступит какой-то запрос, то нажатием одной кнопки копирования этой папки можно отправить в налоговый орган всю необходимую документацию. Именно такое отношение к своей документации, к бухгалтерскому учету должно применяться в любом бизнесе, и это обеспечит стабильный рост и развитие. Ну и напоследок, последняя ошибка, но это, наверное, очень грубая, но она часто встречается у тех предпринимателей, которые рассматривают этот регион как временный для себя в компаниях Real Estate, которые на какой-то срок сюда приехали. Это искажение бухгалтерской отчетности. Недавно я беседовал с одним собственником агентства недвижимости, он мне рассказал, что они НДС, которые должны платить, занижают путем предоставления инвойсов, которые не существуют, путем подставления в бухгалтерскую свою базу и отражения наличия расходов больше, чем они есть на самом деле. И они для себя определили, что они там 500 дирхам в месяц готовы платить НДС, а не там 40 тысяч, например, как это положено, если рассчитать верно. И вот такая экономия может привести к серьезным последствиям в виде доначисления неуплаченного НДС и более серьезным последствиям в виде уголовного преследования на территории этой страны. Хоть здесь и нет такого жесткого налогового контроля в виде сквозного НДС, отслеживания, сопоставления с данного НДС разными контрагентами. Но я думаю, что с появлением налоговой системы полноценной этот контроль будет увеличиваться. И тот размер налогов 5% не сопоставим с размером тех последствий, которые могут наступить. Поэтому, ребята, не делайте так, не занижайте НДС. НДС – это налог, который вообще самый главный для государства. Этот налог оптимизировать не стоит. Все, что я вам рассказал, это ошибки, которые встречаются на практике в разных бизнесах. Я хочу еще раз отметить для вас, что наша компания Global Tax Assistant оказывает бухгалтерские услуги на территории Объединенных Арабских Эмират, Катара, Саудовской Аравии и других стран Персидского залива. Поэтому, если вы планируете здесь бизнес, либо вы его ведете, вы можете всегда к нам обратиться, и мы качественно выстроим для вас процесс ведения бухгалтерского учета. И вы сможете спокойно развивать свой бизнес в этом регионе. И, конечно же, самое важное, не забывайте подписываться на мой канал, не забывайте ставить лайк под этим видео. С вами был Самбат Алиханян. Всем пока!